В Екатеринбурге в 10-м часу вечера на сортировке, а конкретно в разноуровневом доме на Надеждинской 8, который местами 9-этажка, а в угловой части 12-этажка, местный 34-летний бухой барагоз, как бы случайно, ранил двух полицейских, причем ранил из полицейского комфортабельного пистолета Макарова. Оба раненых силовика доставлены в 23-ю травматологию, ну и, как сказано в официальном пресс-релизе ГУМВД, цитирую, «Угрозы их жизни нет», конец цитаты. А предыстория у этой драмы такова. В начале 10-го часа вечера обитатели 1-го 12-этажного подъезда на Надеждинской 8 позвонили в 10-й сортировочный оп и сообщили, что на 10-м этаже гуляет пьяная компания. Бухает, курит, шумит, на замечания соседей чхает. В общем-то, для вечера на сортировке вполне себе штатная ситуация. Полицейские на место шумихи или что-то же самое хайпа выехали, в дверь позвонили и к ним на лестничную клетку вышли трое, накиданных в сапелюшечку. 34-летний мужчина, 58-летний мужчина и 54-летняя дама. Полицейские им пожелания соседей заткнуться передали. Бухарики восприняли замечания в штыки. Не знаю, как конкретно они парировали, но вот если бы автор этих строк был алкашом и барагозом, то непременно указал бы полицейским то направление, которым нужно проследовать, о нет-нет, не им, а соседям. Ну и напомнил бы, что в нашем опорном регионе шуметь в многоквартирных домах запрещено с 11 вечера до 8 утра, а 11 еще нет, еще вопросы есть. Не, ну согласитесь, логика в этом есть. Однако полицейских больше волновало не положение стрелок в часах, а руки 34-летнего барагоза. Кто спросит, а что у него не так с руками-то? А как сообщила пресс-служба ГУМВД, руки его, ну в смысле его руки, были у него, ужас, в карманах. Полицейские неоднократно просили гражданина руки из карманов вытащить и продемонстрировать, что в них нет никакого оружия. Но барагоз уперся. Тогда, реально опасаясь за свою жизнь и жизнь своих коллег, и в соответствии с законом о полиции, старший сержант ППСовец достал свой пистолет Макарова. 34-летний барагоз был до такой степени нашвырен, что не убоялся огнестрельного поэма, а напротив, попер против него. Впрочем, долой от себя тянуть, цитирую официальный рассказ пресс-службы ГУМВД. Мужчина стал хватать сотрудника за форменную одежду и пытаться повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти. Рикошетом пули его напарнику, 85-го года рождения, также причинена травма. Угрозы их жизни нет. Нападавшие на представителей МВД и двое других участников дебоша задержаны. Конец цитаты. Ну что тут можно сказать? Стрелять из боевого оружия в замкнутом пространстве панельных домов, это занятие сродни русской рулетки. Железячка диаметром 9 мм может отскочить в руку, а может и в голову. Ну тут как повезет. Полицейским и барагозам повезло, никто не погиб. Тот полицейский, которого ранило в руку, даже от госпитализации отказался, а вот второй отъехал в 23-ю. Кстати, странно, да, что про одного полицейского пресс-служба ГУМВД рассказала, куда его ранило, а про второго нет. Что это за такая секретная рана? Ну да не суть. Оба живы и слава богу за все. Это драматическое событие вызвало, естественно, большой переполох. На место ранения двух полицейских выезжали два заместителя начальника полиции ГУМВД Эдуард Бородин и Станислав Каргаев, начальник УМВД Екатеринбурга Сергей Кулагин и еще несколько машин с полицейскими попроще. Да и то верно. Давненько у нас в горах не стреляли в действующих полицейских. Не, ну может такое и случается иногда? Да, ибо их служба не только трудна, но и опасна. Ну просто об этом не докладывают широкой общественности. Проверку по факту типа как бы случайного ранения двух ППСовцев проводят и полицейские, и комитетчики. По итогам решат, что делать с бухими дебоширами. Не, ну двух-то по-любому отпустят, они к стрельбе не причастны. А вот который хватал полицейского за интимное место, за пистолет, и хотел его завалить, тот теоретически может прилипнуть по уголовке.